Малыш и толстяк Это самый жестокий убийца Или этот убийца не оставит от вашего города камня на камне Так и представляю себе рекламный плакат Только наши бомбы быстро и качественно уничтожат миллионы людей Лучшие бомбы только made in USA Always бомба-бомба О начале технологической подготовки к производству модернизированной атомной бомбы Б-61-12 объявили в Национальном управлении ядерной безопасности США Там жалуются, мол, этот вид вооружения состоит из самых старых компонентов Которые только есть в арсенале американцев Обновление позволит продлить срок службы системы минимум на 20 лет В Пентагоне уже подсчитали, что политика президента Обама По обновлению ядерных сил в ближайшие 10 лет обойдется бюджет США В сумму до 450 миллиардов долларов Испытания Б-61-12 прошли в конце октября прошлого года В Неваде тогда задействовали истребитель-бомбардировщик Никаких сбоев зафиксировано не было Подчеркнули в Национальном управлении ядерной безопасности Но, как говорится, врага нужно знать в лицо Давайте с ним и познакомимся Вот она, старушка Б-61, основа новой бомбы Разработана в начале 60-х годов прошлого века За полвека прошла 12 модификаций Но принципиальных изменений, по сути, нет Да и главной задачей осталось прежней Уничтожение всего живого, что окажется в зоне поражения Базовая модель Дамы не из легких Весит ядерная красотка чуть меньше 220 килограммов Длина около 3,5 метров Это меньше Лады Калина А диаметр бомбы 33 сантиметра Корпус из высокопрочного металла Чтобы выдерживать полет даже на сверхзвуковой скорости Эти снаряды в первую очередь предназначены для транспортировки на самолетах Бомба оснащена нейлонно-кевларовым парашютом-замедлителем Чтобы обеспечить самолету-носителю безопасный отход При случайном сбрасывании он же поможет избежать взрыва при соприкосновении с землей Хотя такой маневр позволяет сбрасывать бомбу как мину замедленного действия Отпустится тихонечко на парашюте Полежит полчаса, а затем рванет Хитрая вещица Идем дальше Ядерный заряд расположен справа Он в носовой части Вот в этом серебристом цилиндре Небольшая штучка, но разрушительные испытания провели 30 июня 1966 года Максимальная мощность взрыва составила 350 килотонн Для сравнения, в Хиросиме она была лишь 16 килотонн Что касается последовательниц Б-61, модификации были не столь значительными За исключением предпоследней 11-й Полное название «Проникающая, заглубляемая, ядерная, свободно падающая бомба» Весила уже больше полутонны Изрядно поправилась, не правда ли у нее усилили корпус По некоторым данным, в состав добавили обедненный уран, а также установили взрыватель замедленного действия Что позволяет бомбе проникнуть глубже, предшественницы уничтожат подземные укрепления Максимальная мощность увеличена до 400 килотонн Впрочем, финальная версия, к производству которой готовится приступить в Америке Оставит даже 11-ю модификацию далеко позади В этом уверены разработчики Еще бы на модернизацию атомной бомбы В 2010 году Министерство энергетики США запросило аж 2 миллиарда долларов Что же в новинке эдакого? Начнем с хвоста Начинка здесь изменилась Во-первых, добавилась инерциальная система наведения Точность удара теперь не в радиусе 180 метров, а только 30 и меньше У вторых управляемых хвостовая часть будет использовать не глобальное позиционирование GPS А систему внутреннего управления INS По сути, никаких следов снаружи зачесть, что такую птичку будет непросто Перехватить ее еще сложнее Ну а в-третьих, из задней части бомбы убрали внутренний парашют Еще один немаловажный момент Управляемый хвост вместе с оптическим устройством подрыва ракеты Практически подарит пилотам возможность не заходить в зону ПВО противника Теперь для того, чтобы сбросить бомбу точно в цель Пролететь над нею не нужно Такого преимущества у предыдущих модификаций точно не было Едем дальше Ядерные компоненты внутри бомбы обновились Детонаторами сделали то же самое Еще установили новую систему подачи газа Боеколовки имеют 4 варианта мощности На 0,3, 5, 10 и 50 килотонн Что касается двигателей, то они придают бомбе вращение Это улучшает стабильность движения во время снижения На разработку такого чуда потратили 4 года Испытания 12-й модификации провели в прошлом году на полигоне Невада, как я уже говорил Управляемая более точная и не требующая полета на цели Представитель ВВС США она всем устроила Еще бы, по итогу ведь на новинку вместо 2 запрашиваемых миллиардов Потратят в 5 раз больше Приступить к серийному производству планируют уже в 2020 году Тогда же в планах Соединенных Штатов разместить новые бомбы на территории европейских баз И многие специалисты уже расценивают такое заявление Как очередную попытку давления на Россию Ядерные планы США обсудим с директором Центра военно-политических исследований МГИМО Алексеем Подберезкиным Здравствуйте, Алексей Иванович Действительно, то, что вот сейчас пошла эта информация о модернизации ядерных бомб Это больше давление на Россию Или это действительно реальная угроза для нас? Это, конечно, и давление на Россию, и реальная угроза Потому что давление без реальной угрозы будет блеф Оно не существует Поэтому вот все, что вы сейчас говорили о бомбе, об этой, это правда Но главное все-таки здесь другое Главное заключается в том, что эта бомба будет значительно легче по своему весу Это будет несколько сот килограмм, менее трехсот Значит, она может быть подвешена уже на истребители И на гиперзвуковые, скажем, средства доставки Беспилотники даже То есть это те объекты, которые могут скрытно подобраться и нанести удар по наиболее важным объектам То есть вес бомбы резко уменьшается Ну и мощность, конечно, тоже Потому что мощность 350 килотонн будет снижена до 30-40, может быть, даже 15 килотонн Что имеет огромное значение, потому что точность резко повышается Это значит, что цель может быть уничтожена Там величина круговой ошибки может быть несколько метров Получается, что уменьшение мощности, в принципе, нас не должно успокаивать Ни в коей мере Потому что даже очень мощный боезаряд ядерный может не уничтожить хорошо защищенный объект Скажем, ту же самую пусковую установку ракеты, для которой требуется прямое попадание или центр управления А вот такой заряд, который точно попадает, с точностью до нескольких метров, он, конечно, уничтожит Поэтому все это делается для того, чтобы оружие стало более используемым, скажем так Когда цель поражается с помощью высокоточных средств, самолетов, беспилотников, новых модификаций Причем гиперзвуковых, ведь сейчас же гиперзвуковые А что мы можем противопоставить этой бомбе, если можем? Ну, прежде всего, это средства воздушно-космической обороны Вот то, что мы сейчас поступаем на вооружение, это С-400, а будущий С-500 Особенно это средства, которые предназначены Это очень эффективные средства против любых летательных аппаратов и противобаллистических ракет И ракет, скажем, классов воздух-земля Поэтому это самое главное Ну и, конечно, у нас могут быть средства, используемые для нанесения высокоточных ударов по противнику Это ракеты средней, ракеты большой дальности, не только баллистические, но такие, как Искандер, например Хорошо, вот смотрите, подобрались они скрытно, дальше что? Как будут происходить боевые действия или как удар успеем ли мы нанести ответный удар в случае нападения? Проблема заключается в том, что Соединенные Статы создают потенциал, который можно использовать на разных ступенях эскалации Вот, понимаете, иногда складывается такое мнение, что вот можно воевать либо обычными, с помощью обычных боеприпасов, обычных вооруженных сил И как бы, либо уж стратегическими ядерными силами наносить удар Вот этим как бы исчерпываются все способы использования военной силы На самом деле их гораздо больше появилось именно в последние годы Появились и на более низких ступенях эскалации, скажем, частные военные компании, террористические, экстремистские организации Это все то, что развивалось на более низких ступенях эскалации военной силы И появились промежуточные ступени, когда можно наносить удары, в том числе и высокоточным, прежде всего высокоточным оружием И в данном случае граница между высокоточным оружием, скажем, мощностью У американцев есть бомбы, и у нас, кстати, есть бомбы сверхмощные, там 6-8 тонн Это не ядерные бомбы, и вот такие, ну, относительно небольшие ядерные бомбы Граница между ними практически исчезает А у нас есть нечто подобное? Или мы отстали в этом плане от американцев? Нет, мы не отстали от американцев Дело в том, что некоторые наши наработки, ну, скажем, как в области гиперзвука, беспилотников Они были в 90-е годы, по понятным причинам, заморожены А сейчас мы быстро наверстываем и упущены То есть то, что было разработано и в Советском Союзе, а теперь уже и в России Поэтому, особенно в последние годы, когда стала реализовываться госпрограмма вооружений Мы фактически ставим задачу к 21-22 году сменить на 75-80% все наши вооружения и военно-технику Заменить на более совершенные образцы Поэтому нам есть чем удивить Есть у нас эти кинетические оружия, так называемые Помните, там сколько разговоров было про электромагнитную пушку? Есть у нас и сверхмалые ядерные боеприпасы Американцы, понятное дело, в курсе всего вот этого перевооружения Если бы они не боялись, наверное, они бы не зачесались и не начали бы сами бы модернизировать свои бомбы А если модернизируют, значит, уважают, как минимум, наш потенциал тоже Это все так Проблема в том, что они хотят сделать ядерное оружие, в том числе, более используемым И вернуть военной силе функции использованной военной силы Вот их совершенно не удовлетворяет ситуация ядерного равновесия Почему они так вдруг выступать стали против ядерного оружия? Вот такое миролюбие Потому что это единственное средство было сдерживание американского военного превосходства Да, понятно, но их, слава богу, что за 90-е годы мы его не растеряли И сейчас успешно восстанавливаем Большое спасибо, Алексей Иванович Модернизацию ядерного оружия в США мы обсуждали с директором Центра военно-политических исследований МГИМО Алексеем Подберезкиным